Транспортный коллапс надолго парализовал улицу Мичурина. Егор Баландин рассказывает, путь от работы до дома у него обычно занимает минут 20. Сегодня он потратил больше часа. Движение было перекрыто, весь город стоял. Невозможно было проехать по старому городу и дальше выехать на московское шоссе. То есть в оба направления город стоял. Деревья падали по всему городу. Но самым сложным участком оказалась улица Мичурина. Здесь дерево упало на контактную сеть. Из-за чего провода потянули за собой опору и произошло короткое замыкание. Трамваи, троллейбусы и автобусы пустили в обход. На место приехали аварийные бригады. 15 человек трудились над тем, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия урагана. К часу дня справились. Еще тут, наверное, минут на 30 и трамваи и троллейбусы на участке по улице Мичурина пойдут в полном объеме. А ночью мы уже до конца восстановим вот эти вот какие-то там огрехи. На Ульяновской и Кабельной тоже было парализовано движение. Но недолго. Рабочие справились за 40 минут. Теперь в течение дня будут собирать по городу все поваленные деревья. О том, что Самару ждет ураган с ветром до 25 метров в секунду, МЧС предупреждало еще накануне. На этот раз силовики не перестраховались. Только по официальным данным в городе повалено 10 деревьев, а количество попадавших веток и не счесть. Никита Борисов, Максим Гусев. События.